Сегодня, значит, мы продолжим обсуждение стриминг-алгоритмов. Я решил выкинуть третью часть, которая связана с алгоритмами, которые могут делать запросы к данным непосредственно, чтобы сфокусироваться, на самом деле, больше на стриминг-алгоритмах. И потом, значит, на следующей лекции мы посмотрим на вычисления на кластерах, то есть на вычисления на данных, которые распределены по кластеру. И, значит, в этой первой лекции мы поговорим про стриминг-алгоритмы и как они связаны с тем, что называется скетчинг. То есть мы видели вчера, значит, что у нас есть такой подход к решению стриминг-задач, который называется линейный скетчинг, когда мы берем просто какую-то случайную матрицу и умножаем ее на наш частотный вектор. И получаем вектор маленькой размерности. И сегодня мы увидим больше применений этой идеи, которая, на самом деле, очень фундаментальная и полезная идея. И она также может быть использована, в частности, во всех алгоритмах для MapReduce, которые мы будем обсуждать в следующей лекции. То есть она работает не только для стриминг-алгоритмов, ее можно использовать вообще где угодно. То есть даже если у вас просто обычный алгоритм в оперативной памяти, то там тоже иногда полезно сделать линейное преобразование в маленькую размерность для того, чтобы что-то быстрее посчитать. Ну и, значит, на чем мы закончили в прошлый раз? Мы закончили на такой замечательной структуре данных, которая называется count-mean-скетч. Значит, у нее есть ваше странице. Там кто-то спрашивал вчера про всякие имплементации. Там, например, есть имплементация open-source. И много разных есть имплементаций этой структуры данных, похожих структур данных, которые эту же задачу решают разными методами. Значит, напоминаю, как у нас постановка задачи. То есть у нас есть очень большой вектор из n-компонент, который задается потоком из m-элементов. И вчера мы разговаривали про такую совсем простую ситуацию, когда, значит, элементы потока — это просто натуральные числа в диапазоне от 1 до n. И когда к нам приходит какое-то число, то оно означает, что мы просто в нашем частотном векторе соответствующую ячейку увеличиваем, инкрементируем на единичку. Изначально мы предполагаем, что частотный вектор содержит одни нули, а потом к нам приходят апдейты, и они создают значение нашего массива. То есть мы определили вот это важное понятие, которое, еще раз напоминаю, частотный вектор такого вот потока из чисел, у которого n-координат f1 до fn. И, значит, count-minus-catch позволяет решать задачи следующего рода. Вчера мы, значит, говорили про запросы к координатам. Значит, запрос координаты, когда мы спрашиваем какую-то ячейку нашего частотного вектора, и нам возвращается приближенное значение элемента массива f и t в этой ячейке, да. Сегодня я быстренько расскажу, значит, как решить разные другие задачи, в частности, можно спрашивать, значит, подотрезок, сумму на подотрезке, сумму от i до j элементов массива, можно спрашивать префиксный квантиль, можно спрашивать, найти префикс, который содержит, например, половину суммы массива. И можно решать задачу то, что называется heavy-heaters, тяжелые элементы, найти все элементы в массиве, которые превышают какое-то пороговое значение, зависящее от полного количества, полного количества элементов. Окей, значит, это я пропущу слайд, просто напомню очень-очень быстро, что, значит, count min — это просто набор хэш-функций попарно независимых, которые хэшируют ваши элементы в числа от 1 до w, да, ну и тут, значит, мы пропускаем Excel, это как-то все работает, и вчера мы, значит, посмотрели на анализ, там используется попарно независимость, и, ну так просто, чтобы напомнить, ключевой момент, что, значит, анализ очень простой, да. То есть в нем не используется даже никаких оценок Чернова, по большому счету. Используется только неравенство Маркова, и плюс, поскольку ZI и все независимы, просто, значит, форма вероятности для независимых событий, да. И, в общем-то, все. Ну, окей, то есть, когда вы хотите там, может быть, понедить ошибку, вы используете оценку Чернова, но для базовой версии вообще ничего, кроме Маркова, по большому счету, не нужно. Окей, ну да, вчера, значит, я уже упомянул, что с помощью этого count min sketch'а можно считать сумму на подотрезке, да. То, что называется обычно в России дерево отрезков, причем в анализичной литературе есть разные термины, называются, например, двоичные интервалы. Да, то есть, если мы хотим посчитать сумму на подотрезке, на каком-то от i до j, то мы просто определяем разбиение нашего промежутка от 1 до n, значит, нашего всего массива, мы его бьем на интервалы длины степень двойки, для разных степеней двойки. Да, то есть, у нас будет первое разбиение – это просто все элементы от 1 до n. А, окей, первое разбиение – мы будем единичный элемент, то есть отрезки длины 1. Второе разбиение – отрезки длины 2, отрезки длины 4 и так далее. Да, и на последнем уровне у нас будет отрезок длины все элементы. Окей. И таким образом, значит, давайте теперь представим, что для каждого, значит, из элементов этого разбиения мы умеем считать count minus sketch. Тогда есть простое упражнение, которое показывает, что любой интервал от i до j можно написать как сумму отрезков, у каждого длина степень двойки. То есть, например, если у вас n 266, если у вас промежуток от 48 до 107, можно его разбить на 2 log n промежутков, таких, что у каждого промежутка будет длина степень двойки. В общем, нехитрое упражнение. И после этого, значит, вы просто применяете count minus sketch на промежутках, у которых длина эта степень двойки. Ну, окей. Да, приближенная медиана… Давайте даже пропустим. Это очень просто. Да, и тогда у нас финальный алгоритм для этих запросов на промежутке очень простой. То есть мы строим теперь не один count minus sketch, а логарифм n count minus sketch. То есть у нас есть один обычный count minus sketch, который умеет оценивать значения в каждой точке. Есть count minus sketch, который умеет оценивать значения на двойках, на четверках и так далее. Итого, log n у нас count minus sketch. И, значит, когда нам нужно оценить значения на интервале, то у нас будет такая же гарантия, как и раньше была. То есть мы просто разобьем наш промежуток от i до j на вот эти интервалы, такое, что у каждого интервала длина эта степень двойки. И сложим просто значение count minus sketch, что они возвращают на этих интервалах. Окей. И, собственно говоря, поскольку у нас возникает в такой ситуации два log n интервалов, на которые все разбиваются, то ошибка умножается на два log n. Потому что у нас каждая вот эта оценка, которая получается из count minus sketch, она с ошибкой epsilon m. Да, то есть общей ошибкой будет два log n на epsilon m в таком случае. И вероятность ошибки тоже умножится на два log n, потому что, может быть, каждая из этих значений тоже с ошибкой. И вероятность каждой ошибки дельта, да. То есть, а всего их два log n. То есть, если мы возьмем сумму вероятности ошибки, то это будет просто два дельта log n в таком случае. Окей. И, значит, был вопрос, значит, как тяжелые элементы посчитать. Тоже есть дополнительный трюк сверху count minus sketch, можно использовать, чтобы их посчитать. Значит, какая формальность задача тяжелых элементов? Значит, пускай у нас есть какой-то параметр φ от 0 до 1, да. И мы хотим найти все элементы, у которых элементы частотного вектора больше или равны, чем φ умножить на m. То есть, например, возьмем φ одна десятая, да. Мы хотим найти все элементы, которые увеличены больше, чем одна десятая от m. m, я напоминаю, это сумма вообще всех, сумма всех элементов, да. Окей. Замечательно. И это, значит, будет решаться задача приближенно. То есть, мы не умеем прямо найти вот в точности все элементы, которые превышают этот порог, да. Потому что есть какая-то ошибка всегда в count minus sketch. Но важно, что, значит, мы выведем какое-то, какое-то множество элементов, в котором не будет элементов, которые меньше, чем φ минус ε умножить на m, да. То есть, вот ε как раз у нас будет здесь ошибка. В этом смысле, да. Потому что мы не умеем точно элементы считать, count minus sketch, он с каким-то приближением это делает, поэтому мы только можем гарантировать, что, значит, мы увидим все элементы, которые больше, чем φ умножить на m, и не выведем никаких элементов, которые меньше, чем φ минус ε умножить на m, да. Окей. Замечательно. Значит, какая тут идея? Идея построить, значит, бинарное дерево, у которого листьями будут элементы массива. И мы, значит, проассоциируем со внутренними вершинами этого дерева интервалы, соответствующие листьям. То есть, на самом деле, такая же идея, как с этими двоичными интервалами была. Я сейчас нарисую картинку. То есть, картинка следующего рода. То есть, у нас вот есть массив, и мы на нем построили двоичное дерево. Да. То есть, как раз вот, например, то, что я говорил про двоичные интервалы, картинка была такая, что если мы хотим там что-то на подотреске посчитать, то мы просто спросим внутренние вершины этого дерева, да, которые покрывают полностью, которые покрывают полностью эту подотреску. Такой набор решили. Ну, окей. А теперь мы немножко другую задачу решаем. Решаем heavy hitters, да, но тоже самое бинарное дерево, по сути, используется. Окей. Значит, теперь нас интересуют не подотрезки, а теперь нас интересуют большие элементы найти. Как мы это будем делать? Значит, вот у нас есть это разбиение на подотреске, да, то есть, например, вот эта вершина, она соответствует сумме элементов, соответствующим детям, да. В данном случае два элемента. Эта вершина соответствует такому подотреску. Окей. Значит, мы посчитаем count win sketch для каждого уровня вот этой бинарной структуры, да, то есть, самый обычный sketch у нас считает для листьев, да, то есть, мы умеем восстанавливать значение каждого конкретного взятого элемента, и также мы посчитаем для всех этих уровней. Это у нас будет то, что называется уровень i с индексом 0, i с индексом 1, i с индексом 2, ну и последний уровень, вот это i с индексом log n, да, который все покрывает и содержит просто сумму всех элементов, да. Окей. А дальше идея следующая, что мы пойдем, значит, по этому бинарному дереву сверху вниз и будем помечать те внутренние вершины, у которых приближенная сумма по детям больше ли обравна, чем φ умножить на m. А в конце мы вернем все помеченные листья. Окей. Значит, как это выглядит? То есть, мы пойдем сверху вниз по этому дереву по его уровням, да, начиная с самого верхнего уровня и будем каким-то образом, значит, помечать вершину. То есть, вот в самой верхней вершине у нас написано просто сумма по всем элементам. Окей. Замечательно. Значит, мы просто ее пометим. Да, потому что сумма по всем элементам это m, ну, φ, если от 0 до 1, то, конечно, мы просто помечаем эту вершину. Дальше, значит, вот у нас есть два рекурсивных вызова, значит, например, допустим, вот здесь сумма меньше, чем φ умножить на m, так что мы не будем эту вершину помечать. А здесь, допустим, больше, чем φ на m, так что мы эту вершину пометим. То есть понятно, что если вся сумма здесь меньше, чем φ на m, то здесь тяжелых элементов нету, потому что это просто сумма. А если сумма больше, чем φ на m, то здесь есть возможность найти какие-то тяжелые элементы. Ну и так далее. Значит, допустим, может быть здесь оба элемента больше, чем φ на m и так далее. Мы рекурсивно спускаемся, спускаемся, дошли до листьев, и если там значение больше, чем finAim, то мы просто их возвращаем. Это как раз тяжелый элемент. Понятно, да, и с бинарным диамем. Просто идете сверху вниз и разбираетесь, где у вас в поддереве больше, чем finAim сумма. Окей. Да, в общем-то весь трюк, но только нужно аккуратно посмотреть, что происходит в приближении, потому что у нас значения суммы на подинтервале, они почти не точно, они приходят из countMinSketch, у которого какая-то ошибка, да, то есть они все с ошибкой плюс-минус epsilon. И поэтому мы возвращаем не в точности элемент, который больше, чем finAim, а нам нужно еще какой-то зазор, да, минус epsilon. Ну и гарантия такая, что на самом деле всего мы просмотрим не более, чем logN делить на finAim внутренних элементов этого дерева. Да, почему? Потому что, ну, сколько у нас может быть вот этих heavy hitter, да? Их порядка 1 делить на fi максимум, да, то есть, если мы ищем элементы, у которых значение больше, чем 1 десятая от всей суммы, понятно, их не больше, чем 10, да? Ну, как бы 1 делить на fi, да? И для каждого элемента нам нужно просмотреть logN вершин, то есть, на самом деле, это путь до данного элемента, ну, плюс еще какие-то там дополнительные внутренние вершины, но их все равно обольшое от logN. То есть, это, значит, как heavy hitters делаются. Окей, значит, count mean — это такая совершенно замечательная структура данных. Я, надеюсь, ее уже достаточно прорекламировал. Значит, ее авторы — это Graham Carbomod и Muthu Muthu Krishnan. Count mean обладает таким замечательным способом, что он тоже линейный скетч, да? То есть, мы говорили уже про линейные скетчи. То есть, здесь, может быть, не очень было очевидно, какая здесь матрица и почему count mean, на самом деле, можно представить себе как умножение матрицы на вектор, но это можно сделать. И, в частности, вы можете заметить, что count mean обладает способом линейности, да? То есть, если у вас есть два потока S1 и S2, и вы их друг за другом просто запустите, то есть первый поток и второй поток вам приходят, то count mean от такой конкретинации двух потоков, что здесь называется суммой, это просто сумма count mean для каждого отдельного потока. Или, например, если у вас распределенные данные, ну, об этом еще поговорим, если у вас есть count mean, допустим, из одного места собранный, из другого места собранный, то вы можете их всех вместе собрать, эти два count mean, и просто сложить. И у вас получится count mean для суммы того, что у вас в разных местах находилось. Замечательно. Есть детерминированные версии с худшими гарантиями. То есть, если вам не нравится рандомизация, есть детерминированная версия. Частый вопрос возникает. Некоторые люди знают про фильтры Blume. Фильтры Blume – это очень-очень старая техника, которой очень много пользуются. И часто рассказывается в разных курсах. Значит, фильтр Blume отличается от count mean следующим образом, что фильтр Blume решает просто задачу принадлежности. То есть, если бы у вас в потоке все элементы были бы без повторений, то у вас итоговый вектор частотности был бы только из нулей единиц. И он задает такое множество, подмножество элементов от 1 до n. И вы хотите просто решать задачу принадлежности подмножеству, вы там спрашиваете индекс i, и вам говорят, правда ли, что i содержится в подмножестве. А count mean позволяет решать задачу более общую, когда мы хотим приближенное значение считать, а не просто 0 или 1 у нас от membership. Интересная особенность тоже count mean, что он не требует взаимной независимости, в отличие от фильтра Blume, который требует полную независимость, а только по партнерам. Просто фильтр Blume когда был придуман, там никто особо не думал на то, сколько мест случайно величины будут занимать. А когда count mean придумали, уже думали на эту тему. Окей, то есть есть какой-то набор часто заданных вопросов про count mean, можно почитать, всякие приложения тоже можно почитать, сравнение с разными структурами данных, все на этом веб-сайте. Окей. Так, вопросы про count mean, мы с count mean закончили. Окей, если нет вопросов про count mean, давайте перейдем к самому общему сценарию, с временным логомитмом, который мы будем рассматривать, называется полностью динамические потоки. То есть это на самом деле просто естественное обобщение того, о чем мы уже говорили. Раньше у нас был просто поток из натуральных чисел, и поток из натуральных чисел нам задавал частотный вектор. То есть когда приходит число, мы просто инкрементировали на единичку соответствующую ячейку нашего частотного вектора. Давайте эту идею обобщим, и пускай у нас в потоке приходят двойки. Каждая двойка содержит координату x и t, как и раньше, а также она содержит величину дельта и t. То есть x и t – это по-прежнему число от 1 до n, а дельта и t – это произвольное вещественное число. И теперь у нас вектор частотный будет задаваться как сумма по всем и таким, что к нам пришла соответствующая координата вот этих апдейтов дельта и t. То есть раньше к нам приходил элемент, мы просто на 1 инкрементировали. А теперь к нам приходит еще дополнительное число дельта и t, которое говорит, что надо инкрементировать не на 1, а нужно добавить дельта и t. Причем дельта и t может быть как положительное, так и отрицательное. Значит понятно, да, какое обобщение произошло? Ок. То есть, например, если я на 4, к нам приходит такая последовательность апдейтов. Это все двойки. Первая – это координата, вторая – это величина. Увеличить первую координату на 3, увеличить третью координату на 0,5, увеличить первую координату снова на 2, вторую координату уменьшить на 2, то есть отнять двойку, вторую координату увеличить на 1 и так далее. То есть мы теперь можем произвольным образом обновлять ячейки нашего массива на какие-то адъективные инкременты. То есть если сложить последовательность этих апдейтов, то получится такой частотный вектор 4, минус 1, 0,5, 1. Потому что первая координата, например, была 1, 2, 3 раза, 3, плюс 2, минус 1, получилось 4. Окей. Значит, countmin sketch, он естественным образом тоже эту ситуацию поддерживает. То есть если вспомните countmin sketch, то там как бы было… Не важно, что у нас были апдейты все плюс 1 все время. То есть когда приходит countmin sketch, мы просто хешировали эту координату в соответствующей ячейке countmin sketch и там добавляли, значит, плюс единицу. Ну а теперь мы просто точно так же хешируем координату, но только мы добавляем не плюс единицу, а мы добавляем вот это delta it. Единственное, что меняется в этой ситуации, это гарантия на приближение. То есть раньше мы точно знали, что у нас сумма всех элементов нашего частотного вектора равна m, потому что это количество апдейтов. А теперь все зависит от того, значит, какая у нас L1-норма частотного вектора. Да, я напоминаю, что L1-норма – это просто сумма всех элементов их абсолютных величин. У нас теперь могут быть отрицательные координаты. И поэтому, значит, наша гарантия на приближение, она зависит теперь от L1-нормы. То есть что в предыдущем случае было всегда m, а теперь это величина, которая зависит от того, какой вектор в итоге получился. Окей, то есть в этих терминах гарантия countmin sketch представляется следующим образом. Вы можете запросить x, вам дают элемент частотного вектора с координатой x с ошибкой плюс-минус epsilon на L1-норму и вероятность ошибки у вас дельта. И я также хочу упомянуть, что есть еще вариации всевозможные на тему countmin. В частности, очень популярная структура данных – это count sketch. То есть где есть не минимум, а минимум на что-то другое заменен. И, значит, там вы также заменяете минимум на самом деле на медиану просто. И плюс вам еще нужно какие-то случайные знаки добавить. Я более-менее покажу, но доказывать не буду, как это работает. Штука в том, что там, на самом деле, немножко другая гарантия получается. То есть вместо L1-нормы у вас получается L2-норма, то есть корень из суммы квадратов. Окей. Count sketch. Давайте я пропущу конструкцию count sketch. Можете на слайдах посмотреть, если кому-то интересно. Может, секундочку вернемся. Значит, основные отличия в том, что там параметры будут немножко другие. То есть у вас будет количество хэш-функций log1 делить на дельта, как раньше. Область значений каждой хэш-функции будет порядка 1 делить на ε в квадрате вместо 1 делить на ε. То есть вам придется больше места хранить. И, значит, оценка с помощью медианы и плюс еще нужно случайные знаки добавлять. То есть у меня есть анализ на слайдах, можно будет посмотреть потом. Окей. Замечательно. Значит, давайте вернемся к этому вопросу. Значит, теперь у нас есть полностью динамический поток. Да, то есть полностью динамический поток задает нам вектор частотностей через эти апдейты координаты на инкременты дельта и t. И следующий примитив, который нам будет очень полезен, называется сэмплинг из частотного вектора. Значит, называется примитив lp-сэмплинг и его можно использовать для разных значений π. То есть π – это параметр сэмплинга. Какое-то число от 0 и от бесконечности, но самые интересные варианты, когда π – это 0, 1 или 2. Значит, что lp-сэмплинг делает? Если count min нам позволял запрашивать координату, то есть мы говорим «индекс», и нам возвращают значения, то lp-сэмплинг – это более слабый примитив. Он нам конкретную координату вернуть не может, но он нам может вернуть случайную координату из частотного вектора из определенного распределения. Значит, давайте посмотрим, что он делает конкретно. Значит, lp-сэмплинг возвращает нам координату частотного вектора из распределения, у которого плотность вероятности пропорциональна f итому в степени π. Да, то есть, например, если π – это единица, то здесь что будет? Давайте пока забудем, допустим, про 1 плюс минус ε, про вот эту полиномиальную потерю забудем. Мы просто хотим процемплировать элемент массива, где большие элементы сэмплируются с большей вероятностью, пропорционально их величине. Да, давайте я напишу, типа, для π-единицы. Для π-единицы, если мы там забудем про всякие апсионные полиномиальные потери, то просто вероятность того, что i равно индексу i, она будет равна, значит, величине соответствующей элементу абсолютной, деленной на l1 норму. Правильно, да, значит, мы хотим оба на самом деле. И здесь как раз это и написано, что плюс мы еще вернем величину r, которая будет 1 плюс минус ε от f с индексом, это случайно. То есть мы процемплируем вот это i из этого распределения, плюс вернем значение r, которое хорошее приближение к… Само i мы не возвращаем. На самом деле, в итоге вернем оба, то есть это как бы… Примитив поддерживает обе операции. Вернуть индекс и вернуть приближенное значение. У нас нет никакой ошибки на сам индекс, то есть у нас ошибка только на значение… Ошибка на индекс, на самом деле, она вот здесь в каком-то смысле написана, потому что распределение, оно не в точности то, что… Значит, смотри, то есть когда у нас индекс – это случайная величина, да, то как нам вообще описать, что значит такая ошибка, да? Значит, наше распределение не в точности то распределение, которое мы хотим, да? Ну, здесь как раз это и написано. То есть я пока попросил забыть про программу 1 плюс минус epsilon и там пленомиальные потери. А это как раз задает ошибку, да? То есть нам идеально бы хотелось с вероятностью там величина, деленная на норму, но на самом деле распределение будет немножко другое, но оно все равно очень похоже. Окей, да, хороший вопрос. Замечательно. Значит, вот это то, что LP-сэмплинг делает. Да, и есть, значит, есть разные примитивы для этого сэмплинга для разных значений π. То есть самое главное значение π – это π – это 0,1,2. Да, то есть когда π – это 0,1,2, то у этого сэмплинга есть разные полезные интерпретации, да? То есть, например, когда π – это 1, это просто вероятность в профессиональной величине делить на сумму абсолютных величин. Когда π – это 0, значит, какая интерпретация у LP-сэмплинга, кто мне скажет? Какой-нибудь элемент, частотный элемент, не нулевой. А из какого распределения? Равномерного. Равномерного по не нулевым элементам, да? Окей, замечательно. И это как раз, пожалуй, самая полезная операция, на самом деле. То есть у вас есть вот гигантский вектор, у него может быть очень много ненулевых элементов, и вы хотите случайный элемент просэмплировать. Вам не важно какой, но главное, чтобы он был из равномерного распределения. Иногда, может быть, вам даже не важно, что он из равномерного распределения, а вы просто хотите какой-то ненулевой элемент. Да, то есть может быть… Типичная ситуация такая. Мы как бы увидим приложение, там для скетчинга графов как раз. Когда у нас размерность вектора будет абсолютно гигантская. То есть вот то, что здесь называется n, там вообще ни в какую память никогда в жизни не поместится. Но количество ненулевых элементов в этом векторе, оно будет, ну, какое-то довольно разумное. Однако все равно в память не влезает, поэтому мы не можем все ненулевые элементы хранить. А нам потребуется какой-нибудь элемент извлечь, неважно какой, из случайного распределения. То есть как раз ситуация, когда count min – это слишком дорого, потому что мы не знаем, какой элемент спрашивать, а случайный элемент нас вполне устроит. Ну, окей. То есть вы увидите, почему это все важно. Ну, пока просто… А у двойки какая полезная интерпретация? У двойки, ну, окей. То есть это как бы евклидовая норма, да. То есть такая напрямую полезная интерпретация… Значит, я как раз сегодня решил пропустить примитив L2-сэмплинга. Он позволяет считать, на самом деле, оптимальным образом частотные моменты. То есть это так заранее совершенно не очевидно, почему это правда. Но это такой очень полезный примитив для подсчета частотных моментов. Это совершенно не очевидно из того, что я сказал. То есть мы можем посмотреть на слайде, там есть такой хитрый примитив этого L2-сэмплинга. Он довольно нетримиальным образом устроен и позволяет считать частотный момент. То есть если помнишь, у нас был второй частотный момент, да. Вот L2-сэмплинг, на самом деле, с ним непосредственно связан. Ну, окей. Как конкретно связан, как бы, можно посмотреть у меня на слайдах, в расширенной версии этих слайдов. Ну, а на сегодня нам потребуется только один примитив. Это вот L0, да. Это когда мы просто случайный элемент ненулевой из нашего массива выбираем. Замечательно. Значит, вчера мы научились считать нулевой частотный момент. Да, то есть это количество различных элементов. Помните, мы вчера считали при помощи случайных подножеств. Значит, количество различных элементов мы уже умеем считать с какой-то ошибкой 1 плюс минус epsilon. Давайте выберем epsilon 10% и посчитаем приближение к количеству различных элементов с точностью 10%. А теперь, значит, давайте построим набор хэш-функций следующего вида. Значит, хэш-функции у нас будут хэшировать элементы от 1 до n, в значениях, в которых промежуток, промежуток значений – это степень двойки. Да, то есть у нас будут натуральные числа от 0 до 2 в степени j минус 1 для всех j от 0 до n. То есть у нас есть семейство из log n хэш-функций. И для каждой такой хэш-функции мы будем поддерживать следующие статистики. Значит, первая статистика и самое главное – это d с индекс mj. Теперь мы посчитаем, сколько у нас элементов житая хэш-функция хэширует в значение 0. Да, то есть у нас вот есть эти хэш-функции. Давайте немножко нарисуем. У нас будут такие хэш-функции h1 до h с индексом log n. И, значит, хэш-функция, например, h1 хэширует в значение 0.1. Хэш-функция h2 хэширует в значение 0.1.2.3. То есть у нас в среднем половина элементов первой хэш-функции хэшируется в 0, в среднем примерно четверть элементов второй хэш-функции хэшируется в 0 и так далее. То есть нас как раз интересует, сколько элементов конкретно в 0 похэшировалось каждой хэш-функции. То есть вот здесь это и написано, d с индексом j. Мы посчитаем, сколько у нас элементов t, которые житые хэш-функции хэшируются в 0. s с индексом j, это у нас будет сумма, сумма значений частотного вектора, которые житые хэш-функции хэшируются в 0. Да, то есть не количество, а сумма значений частотного объекта. Ну и наконец, sg это еще один вспомогательный, значит, у нас будет элемент, который нам позволит значения посчитать. Давайте просто посмотрим, значит, в чем идея состоит, и будет понятно дальше. Значит, в чем и в чем идея состоит. То есть если у нас правильно выбрать индекс j, то получится, что с константной вероятностью в точности один ненулевый элемент хэшируется в 0. Да, то есть почему у нас вообще логен уровней? Потому что мы пытаемся угадать уровень, на котором у нас хотя бы один элемент хэшируется в 0. Значит, если у нас в точности один элемент похэшировался в 0 какой-то хэш-функции, то это хорошая хэш-функция для нас. И мы можем это проверить, посмотрев на значения dj, потому что мы посчитали, сколько у нас элементов похэшировалось в 0, и проверим, правда ли, что это единица. Да, то есть, а если у нас в точности один элемент похэшировался в 0, и это случайная хэш-функция, то это как раз и есть тот случайный элемент, который нам нужен. И мы его вернем. Да, то есть мы можем проверить, правда ли, что он увлекательный, посмотрев на значения dj, а также мы можем вернуть значение sj делить на cj, которое задает количество. Ок. Значит, почему это правда? Значит, нам нужно построить индекс j. Утверждается, что если просто взять более-менее логарифм приближенного частотного момента, то это как раз более-менее правильный индекс j. То есть давайте возведем логарифм приближенного частотного момента, посчитаем 2 в степени j, и тогда это у нас будет значение, которое с какой-то константной точностью хорошо приближает правильное количество различных элементов. Замечательно. И это как раз задает нам правильный уровень, потому что вероятность, что h с индексом j равна 0, она 1 директ на 2 в степени j, потому что размер образа 2 в степени j. А вероятность того, что это уникальный элемент, ну давайте посмотрим на вероятность коллизий других элементов с нашим. Значит, какая вероятность того, что у нас есть какая-то коллизия с другим элементом? Значит, мы хотим посчитать вероятность того, что наш элемент j, sorry, наш элемент i пахешировался в 0, а все остальные элементы не пахешировались в 0 вот на этом уровне j, который мы сейчас только что выбрали. Да. Значит, нам нужно взять сумму по всем i и посмотреть на то, что такое вероятность, что какой-то катый элемент пахешировался в 0 при условии, что наш элемент пахешировался в 0. И опять-таки, значит, мы просто берем попарную независимость, то есть вероятность того, что у нас кто-то пахешировался в нашу ячейку. Поэтому можно просто взять оценку по сумме вероятностей. Ну и окей, то есть у нас на самом деле очень простое вычисление. Полное количество различных элементов у нас – это f с индексом 0. Каждый из них хешируется в нашу ячейку с вероятностью 1 на 2 в степени j. Поэтому вероятность того, что кто-то пахешировался в нашу ячейку – это количество различных элементов делить на 2 в степени j. Вероятность того не произошла 1 минус f0 на 2 в степени j. А дальше нужно просто сложить по всем уровням. Ну и в итоге получается какая-то константная вероятность, что у нас элемент на уровне j уникален с хешом 0. И все, собственно говоря, в таком случае мы это возвращаем. Ну а дальше… Да, заметим, что мы только использовали попарную независимость. Окей, замечательно. Хорошо, значит, давайте рассмотрим на какие-то приложения L0-сэмплинга. То есть у нас сейчас будет приложение к алгоритмам на графах. Окей. Значит, давайте рассмотрим приложение такого рода. Представим себе социальную сеть, в которой у нас есть N пользователей. И, значит, социальная сеть – это просто граф, где у каждого пользователя есть друзья. То есть ребра – это связи с другими пользователями. И если вы используете какую-то социальную сеть по Facebook или ВКонтакте, то вы только знаете обычно про своих друзей. То есть вы не знаете, кто там с кем друг. То есть вы не видите весь граф, вы только видите свой социальный круг. А у тебя есть такая задача. Представьте себе, что вот вы пользователь социальной сети, и вы хотите сделать следующую вещь. Вы не будете друг с другом общаться. Но каждый из вас может отправить, значит, какое-то небольшое сообщение. В данном случае Марку Заккербергу, значит, в русской версии, давайте скажем, Павлу Дурову. Вот вы хотите отправить какое-то маленькое сообщение Павлу Дурову, чтобы Павел мог проверить, правда ли, что весь граф Facebook связанный или ВКонтакте связанный. Значит, какой длины сообщения вам нужно отправить? Вы не можете друг с другом координиться, вы знаете только набор своих друзей. Будет такой протокол, когда каждый из вас может отправить какое-то небольшое сообщение, и какой-то координатор, который мы здесь называем Павел Дуров, он, значит, сможет проверить, исходя из ваших сообщений, правда ли, что граф связан. То есть сообщение будет гораздо меньше, чем полное количество ваших друзей, и как бы заранее не очевидно, что это вообще возможно. Потому что, казалось бы, может быть, для проверки связанности нужно знать вообще весь граф. И, окей, то есть такая предложена задача. Мы сейчас разработаем методы для решения этой задачи из общих соображений. То есть мы научились пока что использовать скетчинг для того, чтобы сжимать большие вектора. То есть если у нас большой вектор, то мы рассмотрели разные методы линейного скетчинга, когда мы умножаем наш вектор на какую-то случайную матрицу M. А граф – это вроде как не вектор. То есть граф – это вроде как набор ребер, и не очень понятно вообще, как к нему линейный скетчинг поменять, потому что у графа там есть какая-то структура, связанность и все такое прочее. То есть каким образом, вопрос, значит, мы можем делать скетчинг для графов? Ну давайте представим граф в качестве матрицы связанности. То есть теперь у нас граф из совершенно множества вариабер. Давайте отрождествим с его матрицей связанности. И тогда естественным образом тоже можно компрессировать граф умножением на матрицу. То есть как бы раньше что мы делали? Раньше мы умножали такую матрицу случайную k на n размерности на вектор размерности n и получали вектор размерности k, где k гораздо меньше, чем n. А теперь у нас пускай будет вместо вектора матрицы, то есть мы теперь умножаем матрицу размера k на n на другую матрицу размера n на n. У нас получается в итоге матрица размерности k на n, которая гораздо меньше, чем исходная матрица связанности графа. То есть идея такая же, только применяется к матрице. Хорошо. Ну или про это также можно думать, как про линейный скетч для столбцов вот этой матрицы связанности. Потому что каждый столбец вот итоговой матрицы вот в этом произведении как раз получается линейным скетчингом соответствующего столбца матрицы связанности исходной. Окей, ну давайте введем значки-то позначения. Пускай у нас n теперь будет для другого использоваться, для количества вершин, m будет использоваться для количества ребер теперь, и мы будем делать скетчинг графов. Окей. Значит, вот удивительный факт состоит в следующем, что для решения предыдущей задачи про Павла Дурова и связанность графов достаточно сообщений только полилогарифмической длины. Да, то есть если я пользователь, у меня может быть там порядка n друзей в худшем случае, а сообщения, которые мне нужно послать для того, чтобы проверить связанность его графа, это только полилогарифм, да, какой-то полином от логарифма. Окей. И это таких сообщений, значит, от каждого пользователя длины полилогарифм достаточно для проверки связанности графа или, например, если вы хотите проверить, правда ли, что у вас граф двудольный. Окей, то есть это нетривиальный факт. И вопрос… Ну, так, может быть, немножко с подвохом вопрос. Значит, почему, значит, когда мы говорим про линейный скетчинг, мы здесь всегда пытаемся минимизировать полное количество памяти, которое у нас занимает наш скетч. Почему мы не хотим, допустим, минимизировать k? Да, то есть, может быть, мы бы хотели просто матрицу минимальной размерности построить. Понятный вопрос? То есть, может быть, я бы хотел просто очень маленькое k сделать. А это у нас фиксировано? Н у нас фиксировано? Да, n фиксировано. Это же одно и то же, что маленькая k, что общий размер? Размер подхранения итогового вектора, имеется в виду. Да, то есть, как бы, может быть… То есть, он будет k на n, но минимизация размера хранения этого элемента минимизации k? Вот я скажу, что на самом деле нет. То есть, что есть некоторый подвох, про который хочется тут сказать. В чем подвох сейчас стоит? Мы можем spark сматрицу хранить, мы можем сделать ее очень развешенной, но большая размерность. Мы все еще сможем эффективно ее хранить. Нет? Не совсем. Но, наверное, вопрос с подвохом, потому что он связан, как бы, с размером чисел, которые мы здесь используем. То есть, как мы можем вообще сохранить очень большой вектор с k, равным 1 целиком? То есть, если я просто просил вас минимизировать k, что бы вы сделали? Если я ничего не говорю про размер чисел, которые у вас получаются. Как построить линейное преобразование, которое сохранит весь вектор, и потом можно его целиком восстановить? То есть, можно просто написать такое очень большое число, у которого основание системы будет размер алфавита вот этого вектора. И в каждую координату, то есть в каждый элемент этого числа вы напишете соответствующую координату вектора. Поэтому, как бы, осмысленная задача минимизировать, а аккуратно заботясь о том, чтобы у вас не были очень большие числа. Ну, окей. То есть, это может быть такое побочное замечание. Окей. Значит, давайте поговорим также про графовые потоки. Сначала формально введем понятие, что такое графовые потоки, чтобы можно было про графы тоже с точки зрения потока говорить, и потом мы уже решим эту задачу про связанность. Значит, графовые потоки обычно представляются следующим образом. То есть, у вас приходят ребра в граф, то есть, допустим, социальная сеть какая-то, то у вас как раз событие, там один пользователь хочет быть с другим пользователем в друзьях. Это сообщение, у вас появилось ребро в графе. Или, допустим, два пользователя перестали быть друзьями, у вас исчезло ребро в графе. То есть, граф у вас динамический, и он задается последовательностью апдейтов как раз в социальной сети. То есть, в данном случае, вот эти плюс-минус дельта апдейты, они, допустим, все время плюс-минус единицы, и они обновляют ваши ячейки матрицы связанности. То есть, граф задается потоком ребер, которые приходят, и обычно хочется, чтобы, значит, в стриминг-алгоритмах у вас было общее количество памяти, которое вы используете, гораздо меньше, чем размер матрицы связанности, да, потому что матрица связанности занимает n в квадрате элементов. Если вы можете сохранить, то все замечательно. А если она очень большая, например, вы Facebook, да, у вас там несколько миллиардов пользователей, то n в квадрате, это, конечно, очень много, да. А, например, что-то близкое к линейной памяти у вас, наверное, есть, да. То есть, у вас есть там несколько гигабайтов локальной памяти легко. Ок. Ну и также давайте заметим, что если ребра в графе только появляются, а никогда не удаляются, то связанность графа в такой стриминг-модели очень легко проверить. Да, понятно, если у вас сначала пустой граф, начинают приходить ребра, то можно легко поддерживать компоненты связанности просто. У нас приходит ребра, вы смотрите, оно внутри компоненты находится или соединяет разные компоненты. Ну и там union-find какой-нибудь их соединяете, да. Ок. Так что если бы у вас ребра только добавлялись, то связанность графа в такой стриминг-модели очень легко проверить. А вот в динамических графах, которые я как бы уже упомянул, да, значит, у нас ребра могут удаляться, и в таком случае уже не очень понятно, что делать, да. Если у вас там какая-то компонентная связанность ребра удалилась, то просто одним union-findом дело не обойдется. Union-find по-русски это система непредисекающихся множеств. Ок. Значит, ну и предлагается решение для того, чтобы работать с этими динамическими графами, основанное как раз на этой идее линейного скетчинга, да. То есть, опять-таки, ключевым свойством здесь является линейность этой операции линейного скетчинга. То есть, если, например, у вас нужно какое-то ребро удалить из графа, нужно поставить граф G-I, да, то чтобы получить линейный скетч этого графа, умноженный на M, вы берете просто скетч, который у вас уже был, M умножить на AG, где это старый скетч, и вычитаете линейный скетч просто отдельного ребра, что соответствует одному столбцу вашей скетч-матрицы. То есть, у вас апдейты очень быстро обрабатываются, потому что нужно просто один столбец вычитать при удалении. Ну и вот это, значит, вся история с Павлом Дуром и Марком Заккербергом формально обычно описывается в контексте распределенных вычислений. Да, то есть, у вас как бы не пользователи обычно возникают скорее, а какие-то серверы, у которых мало памяти. И линейность, опять-таки, обладает таким замечательным свойством, что если у вас ребра графа вашей социальной сети разложены произвольным образом по разным машинам, то каждая машина может локально посчитать скетч того подмножства ребер, которые у нее есть. Да, то есть, у вас в данном случае S серверов. Каждый считает скетч этой матрицы M, умноженной на то подмножство, которое на этом сервере содержится. У вас получается скетч M1, M2 до MES. Эти скетчи можно посчитать локально на каждой машине. Потом можно их послать на центральный сервер, который раньше назывался Павел Дуров. И он может посчитать линейность скетч всего графа как сумму линейных скетчей, которые получены от разных серверов. Да? Просто по линейности. Точно так же, как я говорил про count win, что можно просто count win скетчи складывать, точно так же можно любой линейный скетч просто складывать. Да? Это совершенно замечательное свойство линейности. Такой же трюк, как когда мы говорили про линейные скетчи вчера, что эта матрица M никогда не будет явно строиться, потому что матрица M очень большая, она будет задаваться какими-то хэш-функциями, и поэтому она будет всегда строиться неявно. Да? Окей. Ну окей, это все значит абстракция. А теперь давайте поговорим про какие-то конкретные приложения. Например, мы хотим связанность графа посчитать. И утверждается, что связанность графа можно посчитать в памяти, которая линейна примерно от количества вершин в графе. Да? То есть вот эта тильда прячет какие-то логарифмические факторы. И как я уже говорил, значит, например, если у нас N пользователей, то каждый как раз может послать полилогарифмического размера скетч. И в целом у вас будет N пользователей, у каждого полилогарифмический скетч, и всего будет N умножить на полилогарифм N общее количество памяти. Значит, какой здесь общий механизм? Значит, мы возьмем существующий алгоритм для проверки связанности графа. В данном случае мы будем использовать то, что называется алгоритм Баруфки. И посчитаем линейный скетч всей матрицы связанности. То есть мы заменим... Сори, матрицы смежности. Матрицы смежности заменим на линейный скетч. А потом неким хитрым образом мы научимся симулировать алгоритм для связанности вот этот алгоритм Баруфки при помощи линейных скетчей. То есть такая идея. И очень важно, чтобы скетч как бы позволял нам каким-то образом симулировать алгоритм. То, что называется, что скетч должен быть гомоморфным по отношению к алгоритмам. Окей. Ну, давайте сначала вспомним, что вообще такое этот параллельный алгоритм для связанности Баруфки. Значит, подсказывается, если какой-то граф, например, такой, и мы хотим посчитать связанность. Давайте повторяю следующий процесс, пока не останется непросмотренных ребер. Для каждой вершины давайте выберем произвольным образом смежное ребро. То есть, например, вот на этой картинке мы для каждой вершины произвольным образом выбрали смежное ребро. Вот у нас получился набор этих красных ребер. И давайте их сожмем. Давайте сожмем эти ребра и образуем компоненты связанности. А дальше для получившихся компонентов связанности повторим тот же самый процесс. То есть в этом случае у нас получилось три компонента связанности, когда мы сжали эти ребра. И теперь мы каждую компоненту рассматриваем как отдельную вершину. Из нее находим исходящее ребро. В данном случае вот мы нашли вот эти два ребра в следующем шаге. И тоже их сжимаем. И алгоритм у нас завершается, потому что мы обнаружили, что у нас одна компонента связанности. И утверждение состоит, что процесс сойдется за порядка логен шагов. Да, потому что у нас каждый раз количество компонентов связанности уменьшается хотя бы в два раза. И поэтому за алгоритм шагов у нас все компоненты связанности таким образом найдутся. Это очень стандартный алгоритм для проверки связанности. Это значит первая часть. Это то, что вот алгоритм Баруфки. Вторая часть – это каким образом мы будем строить линейный скетч этого графа. Для каждой вершины графа давайте, значит, заведем вектор очень большой размерности. То есть для вершины с индексом i давайте заведем вектор ai в размерности n choose2. Значит, ненулевые элементы вот этого вектора, их будет не очень много, а вектор очень большой размерности. То есть из n выбрать по два – это порядка n в квадрате элементов. Это очень много. Но ненулевые элементы только соответствуют ребрам вида i, j. То есть в векторе с индексом i у нас будет координата i, j проставлена в единицу, если j больше, чем i. То есть i, j – это просто индексы от 1 до n. У нас квадратичное количество элементов в этом векторе, они индексируются парами i, j. То есть если у нас есть ребро i, j и i меньше, чем j, то мы поставим туда единицу. Если i больше, чем j, поставим туда минус единицу. Давайте посмотрим какой-то пример. У меня есть пример этого графа. То есть, например, давайте посмотрим на первую вершину. Да, первая вершина соединена с вершинами 2, 3, 4 и 5. Поэтому у нас будут элементы с индексами 1, 2, 1, 3, 1, 4 и 1, 5 проставлены в единицу. Потому что 1 меньше, чем 2, 3, 4, 5. Поэтому с индексом 1, 2 и так далее 1, 3, 1, 4 и 1, 5 у нас будут единицы. Это вектор, соответствующий вершине 1. Да, у этого вектора квадратичное количество компонентов, которые соответствуют всем возможным парам i, j. То есть, может, это было немножко быстрее, давайте убедимся, что здесь все понятно. То есть, такое необычное представление графа. То есть, у нас n векторов представление явно избыточное. Потому что каждый вектор очень разреженный. В нем всего степень вершины ненулевых элементов. Потому что нужно, чтобы это было ребро, которое соответствует данной вершине, а всего степень ненулевых элементов получается. То есть, нуля очень-очень много. Значит, зачем мы такое представление используем? Такое не очень стандартное представление. Оно замечательно тем, что если мы эти вектора будем складывать, то мы получим ребра, которые пересекают разрез. Значит, давайте посмотрим на следующую лему. Значит, лему говорит следующее. Пускай мы выбрали некоторое подмножество вершин s нашего графа. Done. И пускай мы сложили вектора, которые соответствуют этим вершинам в данном представлении. Тогда support, то есть множество ненулевых элементов в этой сумме, будет соответствовать как раз ребрам, которые пересекают разрез между s, ну и дополнением s. Вот это очень важный факт. Это единственный важный факт для понимания того, что дальше будет происходить. Значит, почему так происходит? Потому что, допустим, мы складываем вектор, который соответствует единице, с вектором, который соответствует двойке. Значит, что происходит с координатой 1,2 в этом случае? Да, то есть в одном векторе она единица, а в другом она минус единица. Поэтому эта координата просто сокращается. Понятно. То есть если вы берете какое-то подмножество, то все ребра, которые внутри этого подмножества, они все сократятся. Останутся ненулевыми элементами только ребра, которые исходят из этого подмножества. Окей, замечательно. То есть вот эта лемма говорит, что если мы берем какое-то подмножество, то складывая вектора все ненулевые элементы, они как раз будут соответствовать ребрам, которые пересекают разрез. Окей. А если у нас два ребра и граф 1,2,3,4 и s это 1,4? Да, ну то есть как раз у вас будет… В смысле граф какой у вас? Это цикл или клик или какой граф? Два ребра. Два ребра. Сейчас какие ребра? Еще раз. Один, два. А, три, четыре. Три, четыре. Я считаю, один, четыре. Да, один, четыре. Но у вас как раз будет не ненулевыми элементы, соответствующие обоим ребрам в этом случае, да? Да, я в одном случае единица. Да, а знак неважно какой. Ты здесь видишь, говорится просто про множество ненулевых элементов. Один будет там один, да. Если у нас ребра 1,2 и 2,3, и мы берем совершенно два, тогда у нас будет ноль. В качестве s мы берем совершенно два. Да, в качестве s. Нет, у нас будет… Понятно? Два разных. Да, два разных. Ну, просто они будут с разным знаком. Важно, что просто они ненулевые. Окей. Окей. Ну, то есть, да, вот это несложно факт проверить. И, собственно говоря, последний примитив, который нам потребуется, чтобы симулировать алгоритм баровки, это вот этот самый L0 sampling, да? который мы только что построили. То есть, если у нас есть большой разреженный вектор, то мы умеем случайный ненулевой элемент из него сэмплировать. Значит, формально можно представить себе L0 sampling как распределение на скетч-матрицах размерности D, где D – это лог в формате M. Такой, что для любого вектора размерности M мы умеем восстанавливать по этому скетчу C умножить на A. Наверное, должно быть A умножить на A, я подозреваю. Случайный элемент из саппорта этого вектора, да, то есть из множества ненулевых элементов. Окей. Ну и что замечательно, значит, это как раз все, что нам нужно для того, чтобы запускать алгоритм баровки. Значит, давайте посмотрим на финальный алгоритм. Давайте для каждого вектора, соответствующего в вершине, для каждого вектора AI, у нас N таких векторов, заведем лог N L0 сэмплеров. Да, то есть у нас будет свежая копия этого L0 сэмплера. Для каждой вершины это гигантский вектор, который очень разреженный, но мы умеем из него случайный элемент сэмплировать. Давайте создадим лог N копий такого сэмплера, чтобы мы могли его лог N раз применять. Нам просто потребуется его применять не один раз. А теперь мы будем алгоритм баровки запускать при помощи этих скетчей. Значит, давайте вспомним еще раз, что алгоритм баровки делает. То есть на первом шаге каждая вершина должна найти какого-то соседа. Значит, как мы это будем делать с помощью скетча? Скетч нам позволяет из нашего вектора выбрать случайный элемент ненулевой. Как раз соответствует какому-то соседу этой вершины. Поэтому мы будем использовать первый скетч для того, чтобы найти ребро, которое инцидентно каждой вершине. Для каждой вершины найдем ребро, которое инцидентно. А дальше, значит, давайте, может быть, вернемся на секундочку на слайд. Ну окей, то есть вот это алгоритм баровки. То есть здесь какой-то граф, и нам для каждой вершины нужно найти ребро, которое ей инцидентно. Теперь вершина у нас не может знать все свои ребра, потому что мы этот алгоритм симулируем только используя скетчи теперь. Но вершина может просимплировать случайный элемент из своего вектора AI с помощью скетча. То есть L0 sentler, он позволяет нам случайный ненулевой элемент достать, он как раз соответствует какому-то ребру. Да? А это как раз достаточно. То есть мы доставили случайный элемент для каждой вершины, и это симулирует первый шаг алгоритма баровки. А дальше нам нужно, значит, сжать эти компоненты, которые получились на первом шаге. Значит, и повторить эту операцию, да? Ну давайте теперь сложим скетчи, которые соответствуют тем вершинам, которые у нас объединились по линейности. Да-да-да, это линейный скетч. То есть такой может быть не очень явный факт про него, но я пытался сказать, что он может быть представлен в виде умножения матрицы на вектор. Поэтому это линейная операция, поэтому можно их просто складывать. Да, хорошо просто. Значит, и следующий шаг у нас какой будет? То есть у нас теперь есть вот эти компоненты, и нам нужно для каждой компоненты найти ребро, которое к ней прилежит. А это опять-таки можно делать вот по лиме. Да, потому что лима говорит, что у нас саппорт суммы – это как раз те ребра, которые исходят из данной компоненты. Да, то есть как бы когда мы сложили вектора, сложили их в скетче соответствующим образом, то мы можем опять-таки L0 sampler применить и достать случайное ребро. То есть на самом деле, как можно было уже заметить, то, что ребро равномерно распределено, даже не так важно. Для алгоритма боруфки можно было достать вообще любое ребро. У нас получилось равномерно распределенное ребро – это такой как бы побочный эффект. Ну окей, то есть вот это, значит, специальный финальный алгоритм. Что он делает? Вы достаете ребро, которое инцидентно на компоненту, которая у вас получилась, при помощи линейности, значит, этих скетчей. То есть вы просто складываете скетчи по своему подможеству S, по линейности это просто скетч суммы векторов, и используете L0 sampler для того, чтобы достать случайное ребро. Это то, что я словами только что проговаривал, написано в виде формул более-менее. И у вас получается ребро, которое исходит из компонента S, и вы можете симулировать алгоритм боруфки таким образом. Окей, тогда я, наверное, предлагаю на этом остановиться. Ну окей, давайте я быстренько, значит, расскажу, что еще можно сделать, не вдаваясь в детали. Можно k-связанность графов проверять таким образом. Граф называется k-связанным, если у вас каждый разрез имеет размер хотя бы k. То есть там вы потеряете лишний фактор, лишний множитель k. И плюс еще, значит, есть хитрая технология, о которой я тоже не буду рассказывать. Можно с помощью линейных скетчей считать приближенно размер разрезов в графе. Да, можно приблизить все разрезы в графе с точностью 1 плюс минус епсон. То есть у вас посчитается какой-то скетч, и можно отправлять запрос под множество графа, сколько ребер пересекает разрез. Ну окей, то есть на самом деле это все какие-то обобщения. Алгоритм k-связанности просто обобщает алгоритм связанности. А, окей, может быть еще до перерыва какую-то одну вещь успеем. Проверка двухсвязанностей. Я говорил, что можно тоже делать. Пускай у вас есть граф, вы хотите проверить, правда ли, что он двусвязанный. То есть вы умеете уже связанность проверять, хотите проверить, правда ли, что… Двудуальный. Слушай, не достаточно, а двудуальный. Спасибо. Двудуальный. Да, замечательное свойство проверки двудуальности состоит в том, что она просто сводится к проверке связанности. Можно построить следующее сведение. То есть если у вас граф G есть, который вы хотите проверить на двудольность, то можно построить граф G со штрихом, где вы просто раздваиваете вершины, берете каждую вершину, заменяете на две и добавляете два перекрестных ребра. То есть если у вас было в исходном графе… Да, ну и все на картинке. Значит, вы заменяете… Я еще старательно устраиваю. А, окей, спасибо. Да, значит… То есть это же значит, что можно просто заменить граф G на граф G со штрихом, да, следующим образом. То есть у нас был какой-то здесь граф G. вы у него просто раздваиваете вершины, то есть каждая вершина заменяется на две. Например, вот первая вершина заменялась на две вершины, эта вершина заменялась на две вершины и так далее. Давайте назовем 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Да, у нас будет две копии первой вершины, две второй и так далее. То есть вот эти будут называться U, эти будут называться V. Да. То, что написано. И, значит, для каждого ребра, если у вас какое-то было ребро между вершинами 1 и 2, то вы добавляете два кросс-ребра вот такого рода. То есть вы соединяете первую копию вершины 1 со второй копией вершины 2 и наоборот. Да, то есть ребро UV занимается на два ребра, U1 V2, U2 V1. А, то есть картинка у меня какая-то даже есть. То есть у меня был, например, такой граф, то в итоге получится в результате сведения граф следующего вида. Да, то есть я здесь на самом деле просто скопировал вершины и нарисовал по два таких кресла на кресла ребра. А если у меня был граф, например, такой, типа цикл из трех вершин, то у меня получится другой граф. И совсем простая лемма доказать, что количество компонент связности при данном сведении удваивается тогда и только тогда, когда граф двудольный. То есть у нас здесь есть два примера. Первый граф двудольный, второй граф не двудольный, потому что есть цикл нечетной длины. И в первом случае количество компонент связности удвоилось. То есть вы можете увидеть, что у этого графа на картинке две компонента связности. То есть одна компонента такая, а здесь вторая компонента такая. То есть была одна компонент, а осталось две количество удвоилось. А во втором случае, когда граф у нас не двудольный, количество компонент связности так осталось один. Потому что эта вся штука, она вся связная. То есть лемма, что количество у меня связности удваивается тогда и только тогда, когда граф двудольный. Вот собственно и все. То есть если мы хотим проверить двудольность, то нужно просто построить это сведение. Сведение очень просто строится. То есть его можно сделать в стриминге более-менее не проблема. И запустить алгоритм проверки связности. Окей. Нам же надо определить количество компонентов. Или где-то предупредит полгода, что это удобный граф сведения. В смысле, предизмечание граф сведения. Ну окей, в смысле алгоритм, который у нас был в баровке, он вам количество компонентов тоже посчитает. Да, то есть не проблема. Ну окей, то есть количество компонентов связности, на самом деле, давайте завершим на этом. Но количество компонентов связности – это такой очень сильный примитив. То есть количество компонентов связности, как мы увидели, позволяет, например, двудольность проверять. И как бы я не буду уже рассказывать, чтобы мы отправились на перерыв, но количество компонентов связности играет очень важную роль. То есть, я не знаю, как у вас там, если у вас последние алгоритмы, то алгоритмы типа поиск глубины очень важные. Они, на самом деле, как бы, по-любому не связность проверяют, но они еще используются в ряде других алгоритмов. Точно так же в стриминге алгоритм для связности для графов очень важен, потому что огромное количество алгоритмов на основе алгоритмов связности можно построить. Например, можно считать приближенно основные деревья, потому что тоже есть сведение к проверке связности приближенной. То есть я не буду рассказывать, но вообще на слайдах тут все написано. Окей, то есть давайте устроим перерыв тогда еще. Дякую. Дякую. ДИНАМИ